В этой студии, как раз когда открывался Artquals Radio Болтком, и первое интервью, которое выдавали российским СМИ, как раз это был такой мост эхо Москвы, Рига, это было как раз вот в эти дни, в июле, вот очень быстро бежит время, тогда практически, это было первое интервью ваше для российских СМИ в должности президента Латвии. Вот 12 лет, много или мало, что, как вы оцениваете, пробежавшее это время? Много чего изменилось, и я очень рад, что изменилось к лучшему, потому что жизнь не стоит, если мы все работаем, если мы все творим, то много вещей в нашей жизни меняется, и в стране, и в Риге, как столице, и во всем мире тоже, так что все зависит от нас, но я рад, что все реально меняется к лучшему. Вы, как рижанин, я понимаю, сейчас выступаете с новой интересной инициативой, один из символов Латвии, памятник свободы, ну, казалось бы, его освещают в темное время суток прожектора, но, тем не менее, вот ваша мысль, вот идея состоит в том, чтобы сделать такое интересное освещение этого объекта именно постоянным, сделать не как во время, там, Старого Рига, где, когда освещается весь город, а сделать из него такой интересный, ну, световой объект? Да, памятник в данный момент практически не освещается, только когда, вот, как вы упомянули, при праздниках там специально все сделается на один день, да, и все радуются, да. А каждый день, когда наступает темнота, просто есть уличное освещение, которое освещает, ну, пищекодные дорожки, да, но не сам памятник. Ну, обычно есть очень такое простое представление, посмотреть в гугл, что там в нашем памятнике, а там все красиво, там реально все красиво, потому что фотографы и люди, которые просто любят фотографировать, они представляют вам очень красивые картины этого красивого памятника. Но на самом деле, если там, ну, организовать свидание с любовной женщиной, то там темно, и все. Азурист такой, да? Да. Вышел на свет, разочаровался. Да, да, то есть, вот это в наших, ну, как сказать, воспоминаниях, это очень красиво, да, но на самом деле это, ну, просто пешеходная дорожка, которая освещается. Это не так просто, потому что люди говорят, ну, поставим там, как вы сказали, 4 прожектора, и все будет хорошо. Это не так легко, это не стадион, это не теннисный хавахол, чтобы вот не испортить вот это искусство, да, надо работать довольно над этим проектом. Какая будет техника, какая будет прожектора, где они будут установлены, чтобы не мешали, что это тоже. В стадионе они не мешают, чтобы, ну, вот наш памятник был таким местом, ну, как Эйфелевская башня Парижа или Статуя Свободы в Нью-Йорке. Мы все сами радовались, да, и, конечно, ну, наши гости радовались. А с другой стороны, это символ, символ свободы, и я вам уже говорил перед передачей, все думают, ну, три звезды, были всегда разные интерпретации. Но если интерпретация, это свобода, братство и равенство. И еще, если добавлять, что свободе нет этнической предназначенности, да, то мы должны гордиться, все жители Латвии должны гордиться вот этой своей свободе, да, и памятником, как символом, и чувствовать его как своего памятника. Но, может быть, тогда нужно начинать не с памятника, у нас по поводу свободы, равенства, братства, по-моему, не все очень гладко в стране, нет? Вы покажите мне идеальное место, где это гладко. Идеального места не будет. Поэтому начнем с освящения, хорошо. Нет, начнем с того, что мы в этом памятнике видим символы, которые нас материруют вот этим принципом идти лучше, 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 лучше. А кто должен заниматься все-таки этим освящением? Рижская дума, государство или вот кто-то еще? Формально собственник сейчас является Рижская дума, и она как бы, ну, такая институтная. Институция, которая, ну, надо им работать, да. Ну, они, конечно, там, у них свои видения на этот вопрос, и они не очень работают на этот вопрос. Но в коем случае господин Гайлоиц, который директор агентуры Рижских памятников, сотрудничает и очень хочет этот проект тоже вести вперед. И мы надеемся, что это будет, ну, через год-полтора будет уже сделан. Ну, вот сколько, какая цена вопроса, как обычно говорят, сколько может стоить этот проект, и, ну, вопрос, кто будет оплачивать, кто будет финансировать этот проект? Это очень хороший вопрос, да, потому что обычно этот вопрос всегда задают. Мы не спешим говорить об общей стоимости, потому что мы идем как поэтапно. Нам сейчас надо создавать проект. Проект именно освещения и, конечно, архитектурнический проект, который технический проект всего объекта. Эти два проекта нам будут стоить примерно, ну, до 70 тысяч евро. Почему это мы делаем сами, как общественная организация, нам идет быстрее. И мы можем с каждым партнером говорить очень быстро, адекватно, да, и наши очень многие партнеры, да, это делают или за полценно, или вообще бесплатно тогда. А сотрудничество с Рижской думой и с правительством есть смысл, конечно. Я завтра встречаюсь с министром культуры, да, у меня был разговор, что мы можем, будем встречаться сейчас с руководством Риги. Почему? Потому что мы сделаем проект. То есть, чтобы это все, вот это пространство было, ну, как единоцелое. Идея. Идея и технический проект. А нам надо, чтобы вот это уличное освещение, что мы сделаем проект, но чтобы Рижская дума это сделала. Нам надо, чтобы государство дало деньги потом, когда все будет готово, чтобы оно бы, ну, дало, да, на ежедневные расходы. А какие эти расходы будут, вы считали? То есть, скажем, 70 тысяч на то, чтобы все организовать. Сколько каждый месяц, например, будет уходить? Сейчас мы идем подальше. 70 тысяч это будет, чтобы сделать этот проект, представить, да, городской думе, представить агентуре, представить правительство, да. Потом будет ясно, когда есть проект, сколько стоит сама аппаратура, сколько стоят технические вот эти столбы. Какие работы надо будет сделать. То есть, 70 тысяч только бумаги стоят? Это проект, это проект. Это не бумаги, это проект. А будет ли обсуждение этого проекта в общественном, в том, что вы говорите, что вот, ну, будет обсуждать Рижская дума, будет обсуждать другие институции, а вот люди могут ли высказываться, говорить о том, что бы они хотели видеть на этом месте и как это будет происходить? Конечно, будут. Потому что, ну, как, в данный момент, в таком этапе, наш вот фонд, да, собирается, все и правления, и, как сказать, по-другому. Совет. Совет, да, да. Мы все работаем вместе, и эксперты, которые у нас, вот, есть хорошее сотрудничество. И мы смотрим, как этот проект развивается. Каждый, в следующий раз мы видим его по-другому. Мы не хотим, у нас нет желания дать на обсуждение что-то такое, да, что очень сырое, да, и все говорят, ну, что это, ну, нам это не нравится. Мы больше идем к этому, что когда у нас будет такой результат, который нас устраивает, да, что мы дадим тогда народу, да, как вы сказали, да, высказаться, что они это думают. Потому что, вот, даже среди нас мнение, как это должно быть, уже разные, разные. А вот, когда идет профессионалы, да, тогда они уже, так, под наши дискуссии, под наши споры уже, ну, творят это, это, что мы будем представлять, конечно, как мы каждому. Каждый может быть исказаться, потому что есть стереотипы. — Тогда, ну, вопрос, насколько, например, в этом случае корректно все-таки собирать с людей, да, это же добровольный сбор, я так понимаю, да, можно взять и пожертвовать, и вот твой вклад будет впоследствии виден в каком-то... То есть, насколько это вообще корректно? — Знаете... — Я просто думаю, что достаточно платить налогов, чтобы в том числе и не только, ну, один памятник свободы осветить, но еще один рядом построить и его тоже осветить. — Знаете, этот вопрос часто задают, и мне очень нравится, как Рута Диманте ответила на этот вопрос. Мы будем делать больше, чем самоправление и государство, и правительство. Мы будем делать это ради людей, и все, которые согласны участвовать, никого не заставляют. Налог вы должны платить, здесь это добровольно делается. Я понимаю, это моя идея, я чувствую это, что это мое. Потому что памятник принадлежит людям, народу. Его строили за народные деньги, которые собрали, его реконструкцию делали 30 лет назад тоже за собранные деньги. Потому что в правительстве никогда нет денег. Надо зарплату повесить. Ну, я сам вижу, как те люди меняются, которые дают свое пожертвование этому проекту. Они гораздо блеят за эту идею, как там будет, как не будет. И они участвуют в этом ситуации. И там не так важно, что это очень большое пожертвование. Это может быть 1 евро, 5 евро, 10 евро, 20 евро. Ну, как позволяет бюджет, да. Но факт главный, что он участвует. И вот это часть его пожертвования, этот проект. И так бы мы сходили к какой-то крупной компании, дайте нам 100 тысяч на этот проект и так далее. Но сейчас вот из людей надо вот это участие. И мы очень рады. Ну, вот я вижу, вот эти имена, которые пожертвуют, это латыши, это русские, это разные люди, которые дают свое пожертвование. И я вот просто радуюсь, смотря на это. А насколько оптимистичны? Сколько сейчас уже собрано? То есть недавно была информация, что собрано уже 16 тысяч. 17 тысяч. 17 тысяч собрано. Уже больше будет. Вот какие у вас прогнозы? Насколько они оптимистичны? За сколько вы собираетесь собрать? Вы понимаете, нам, как Санда сказал, самое важное для нас, это вот это движение. Что люди приходят и участвуют, да. Мы не будем там плакать, да, если кто-то не участвует. Это свободный выбор. Потому что мы-то собираем деньги на символ свободы. Значит, выбор свободный. И участие. И, конечно, вот это число, которое нас поддерживает, да, оно увеличивается. И ни один не забыт. Но мы решили, что мы не будем говорить, сколько этот человек, там, конкретный, там, Юрий Иванов или Янис Берснич, сколько он пожертвовал. Один евро или тысяча евро. Мы будем посмотреть, он пожертвовал. То есть опять такая вот этого равенства. То есть мы идем по принципам, не идем, потому что это чисто технически, кому-то надо там свет. А если вот смотреть в будущее, я понимаю, что освещение будет все равно требовать, ну, какое-то поддержание его тоже. То есть будут ли продолжаться пожертвования? То есть можно ли... Для поддержания будет публичный бюджет. Нет, ну, просто условно говоря, вот если, ну, ребенок, там, отдал евро, который ему дали родители за мороженое, может ли он, ну, бросит в эту копилку, он скажет, что вот за этот евро, в принципе, вот я вижу, что горит освещение. Свобода горит. Ну, горит свобода, да? Да, это есть этот смысл, да, потому что у нас не так много дел, где мы все делаем это общими силами, да, и добровольно, да. Есть много хороших мероприятий, вот как сейчас, например, фестиваль музыки, да, Рига Юрма, но мало таких, которые каждый может участвовать. А для каждого человека свобода – это что-то очень ценное. Мы хотим, чтобы это новое поколение, да, особенно новое поколение, что это вы и почувствовали. А вот лично для вас, скажем, вы когда рассказываете об этом проекте, у вас горят глаза, очевидно, что вам это ужасно нравится, вы входите в эти технические подробности, получаете определенный кайф вообще от того, что вы делаете. Но сама идея заняться этим памятником и заняться этим вопросом, она с чего возникла? Это просто какая-то скука, вот было скучно, вот куда-то надо энергию деть, куда давайте вот памятником заниматься. Санда, с как у тебя, я не знаю. Очень просто, я шел там мимо, около Рождества, полтора года назад. Я был в шоке, да, что там звездочки, там капает, там ласты эти все. Все красиво вокруг, да? Все красиво вокруг, и такое настроение, там, ну. Праздничное. Праздничное, ярмарки такие, да. А сам этот памятник, даже вот эти слова, там, в моем бревне, их не видно. То есть, ну, все освещение на уровне вот так, или деревьев, да, или, ну, как мы говорили, на пешеходной дорожке. Я думал, ну, как это? Я пошел тогда в гостиницу, да, Рома, там летом, ну, такое зрелище, наверное, памятник, да, что, ну, там можно идти, идти, смотреть и смотреть. Оттуда тоже темно. С опери темно. Да? Ну, так что идея родилась очень просто. Очень просто. А это просто, я гулял там. Но, с другой стороны, вот, если вы приводили пример памятник Свободы и Филевую башню, их видно со всего города, то есть, это такие символы, которые видно с разных точек, памятник Свободы, ну, может быть, его не так видно? Ну, я согласен, из старой Ригы видно, из Бривиб, улицы Бривиб сейчас видно, когда деревья там чуть-чуть понизленнее, да, но, в принципе, видно, да. Ну, в коем случае надо понять, что там будет две части, будет постоянное освещение, да, ежедневное, белый свет, корректный, да, чтобы памятник видел, видно, но будет тоже художественный, да. И вот эта вторая часть, она, в принципе, ну, фантастическая. Те люди, у которых была возможность посмотреть на памятник в 2015 году, была Старая Рига, где сделано специальное освещение для памятника этого, да, художественное. И тоже на видео есть, можно посмотреть на YouTube, называется Три звезды, Три звезды, Три звезды, да, и вот, ну, вообще, это очень-очень красивее, и что можно видеть, что технологии света, они очень-очень далеко пошли, да, и это не только, чтобы видеть, да, но это уже такое художественное приключение, да, что этот памятник отживается, и уже комментирует с нами, это, ну, очень-очень красивее. Ваше имя, господин Заттлер, вспомогает в этом проекте или мешает? Я никогда не думал, что оно будет мешать, потому что мы идем за идеей, да, но что мы рекламируемся, как мы начали, да, мы просто сами собрали деньги, недовольно большие деньги. В смысле, среди своих работников? То есть, среди своих, среди тех, которые вот эта идея подняла, да. И мы сделали, ну, Майя Слопа. Домашняя страна, да, да. Да, очень простая. Бреви Беспременный Класс.лв. Можете даже жать и сейчас часто. Да, вот он у меня уже открыт, у вас здесь видео. Да, и там, конечно, у нас были люди, которые, например, историческую часть, да, давали бесплатно. То есть, работали, вот, журналист работал, что очень быстро надо, потому что мы хотели, чтобы это уже до лета все работало, да. И самое было интересное, эта история, да. И даже когда мы дроном, мы сейчас создавали эту модель 3D, да, там оказалось, что там есть даже следы от пуль. То есть, во время войны кто-то там даже пуля попала к нему. То есть, все время интересные такие даты, так что мы хотим вот этого Майя Слопа тоже сделать, как какой-то виртуальный музей, да, чтобы... Потому что там все сказать, может, только гид. То есть, какие-то таблички вешать, это там... Да, освещение, как, ну, что люди, ну, гораздо много, ну, есть факты, интересные информации, на что это памятник тоже, да, и понимаешь, что это значение этого памятника. То есть, получается, что это будет таким, как бы, ну, с одной стороны, страничкой виртуальным музеем, где можно получить, вот, собрать всю информацию об этом памятнике. Да. И, скажите, вот уже конечная дата, ну, просто мы, по-моему, ее не озвучили, когда все-таки планируется, ну, вот, уже запустить этот проект, чтобы он заработал? Ну, это еще долго работать, и там, конечно, разные факторы, как будет пожертвование податься, да, и проект с координацией. Ну, в коем случае, ну, это было идеально полтора года, да, на 2012, но это было бы идеально. Ну, будем смотреть. 18 ноября, то есть. А вот нет ли какой-то там иронии в том, что собираются деньги на освещение памятника свободы, а свобода в стране очень условная? У нас... Вот, и сотронули меня очень... Да, вот отличие. Отличие. Когда я говорю своим младшим сыном, и говорю, что, ну, у нас сейчас есть свобода, он говорит, у нас нет свободы, как вы, потому что мы молодые. Спасибо. Вам не с чем сравнивать, да, но свобода, это все-таки, это есть такое ощущение, чувствуем мы свободно или не чувствуем. А вот это, вот именно наша идея, то есть, то, что люди, если они будут сами участвовать, ну, при освещении этого символа, они будут чувствовать себя более свободно. Ну, это чувство, это свобода, это не факт, вы не измерите свободу. Свободу нельзя, как физик, измерять вот столько-столько метров или столько-столько килограммов. Свобода, это чувство, не сердце. Из этого, ну, и в нашем, есть проект тоже, это проект сердца. Это не проект, потому что... Обязательство или что-нибудь. Да, обязательство или там... Ну, понимаете, здесь... Мы против аппаратаида, но это не то, это не то, это не то. Ну, ты, каждый человек делает себя свободным. И это есть место, это есть символ, да, где он может, как сказать, почувствовать эту надобность, сделать себя самим, самого себя свободным. Ну, смотрите, значит, на русском языке мы скоро не сможем учиться, неграждане у нас до сих пор есть. Александр Филей, служба государственной безопасности, обвиняет в... Как это даже сказать? За публичное отрицание коммунистического геноцида и прям вот уже тут уголовное дело начало. Где же здесь свобода? Свобода, ведь ты говоришь, что ты хочешь говорить, как ты хочешь, на каком языке ты хочешь говорить. Если у нас закрывается какая-нибудь, какой-нибудь кафе, потому что там разговаривают на... Пакистанцы работают, например, да, которые не говорят на латышском. Но при этом они продают, и во всем мире, кстати, так есть, и не во всем мире люди разговаривают на том языке страны, в которой живут. У нас этого нет. Где же здесь свобода? Вы были на концерты Галкина? Нет, но я была на концерте Прата Ветра. Вот Прата Ветра точно всех объединяет. А что у Галкина? Галкину тоже задали этот вопрос. Ну, какие у вас проблемы? Первое, что Галкину сказали из зала, у нас проблемы с погодой. Значит, он, конечно, посмеялся, да? А потом вышел этот вопрос. Ну, нам не дают говорить по-русски. И Галкин говорит, а я тут на сцене, что на каком языке я разговариваю? Ну, Галкин, понятно, он в гости приехал. Галкин будет максимально корректен. Вот мы, например, живем здесь. У меня, допустим, там дети учатся в школе. То есть, для меня, например, вопрос перевода образования, допустим, очень актуален. И если мы закрываем образование даже в частных вузах на русском языке, я считаю, что это нарушение. Я вам скажу, где выход. Я долго думал об этом. Я за свободу. Если, например, вы сказали, какая есть цель образования? Человек, который конкурентоспособный в своей жизни, который может строить свою жизнь так, как он хочет свободно строиться. То есть, есть какие-то цели, которые должна поставить по себе система образования. И, конечно, чтобы человек был конкурентоспособным, он должен владеть языком. И вот не только, вот как вы сказали, закрыть, например, вы сказали закрыть. Ну, реально это перестраивать эти школы, да, средние школы на латышский язык. Но одновременно создавать 5-6 элитарных скол. И не надо бояться вот этого слова элитарное. Где? 5-6 языков. Один из которых русский и на очень строгом, высоком уровне. Почему? Потому что нам не хватает, в данный момент, даже переводчиков, латышских, латышских. То есть, все общество меняется, нам надо приспосабливаться этому. Я думаю, если вот Министерство образования заявило, что будет вот такие 5-6 элитарных школ, где русский будет вот так учить. Не просто так, потому что мой родной. Но это сканально. Так будет? Я надеюсь, что так будет. Потому что пока же как раз говорят о том, что и частные вузы с русским языком обучения нельзя. Ну, вы понимаете, говорят-то много. Из-за того, что у нас свобода, каждый говорит, что он хочет. Вот не что хочет, видите, уголовный процесс, значит. Человек сказал, что геноцида нет, а его сразу под суд. Ну, слушай, тут я могу ответить чисто от своей семьи. Потому что мы боремся с семейной историей. И каждого, уж каждая семья, это семейная история по-другому. Те же годы, тоже период истории, но другие опыты. Если мне кто-то говорит, мне лично, который очень либеральный человек, что не было геноцида, я обижаюсь. Но я не обижаюсь так, я просто говорю, так не было. Потому что погибли люди и в моей семье из-за коммунистического геноцида. И русские, и в России погибли из-за геноцида своего народа. Это был коммунистический геноцид. И сказать, что его не было, ну, это, в принципе, отрицать. История многих-многих семей, которые пострадали от него. Ну, то есть, у нас, если поставить вот эту красную черту, где кончается свобода? Где ты затрагиваешь свободу другого человека? И то есть, у нас вот это, хейт-спич. Ты, юристы, расскажи, что такое. Ненависти, да? Вот там, или пропаганда войны. Это все. Это для всех хорошо. Вот это нельзя. Тогда я вот просто хотела просить, вот еще господин Затлерсу спросить. Мы уже очень много лет муссируем вопросы истории, и мы не сходимся в едином мнении, потому что есть люди с одной точки зрения, есть люди с другой точки зрения, и, слава богу, пусть они будут, у нас же свобода. Может быть, тогда вообще эти вопросы не выносить, не делать их хедлайнерами вообще новостей и так далее. То есть, закрыть, начать с нового листа. Но давайте мы больше не будем обсуждать истории, мы подсветим памятник, дадим всем гражданство и наконец-то начнем жить как нормальное общество без паспортов инопланетян. Вы не можете стереть историческую память каждой семьи. Вот это надо понять. Но на официальном уровне мы же можем сделать какие-то адекватные решения. Что мы можем сделать? Не надо задевать болевые точки каждой семьи, которая имеет конкретную историю. А то, что говорить надо, это надо говорить. Потому что даже когда один день в истории, в одном городе у вас будет сто человек и сто рассказов, и все разные. Да, но вы были ликвидатором в Чернобыле. Даже там вы столкнулись с тем, что, например, прибывших туда латышей, это могли унизить, например. Это высказано в вашей книге. Это сколько лет прошло? Это 86-й год. Это может длиться бесконечно. Мы можем бесконечно обвинять в чем-то другом. Это же не происходит. Потому что там надо было опасаться просто. Потому что обвините. Вы не жили коммунизм, я смотрю. Вот я как раз, может быть, из другого поколения. И как раз вот я среди моих знакомых был Константин Пупорс. И я очень хорошо помню, когда мы с ним столкнулись в 87-м году на улице, он меня схватил за руку и говорит, Олег, меня высылают из страны, но ты получишь конверт. Он мне прислал по почте, где были фотографии. Вот как раз памятник свободы, где он с флагом. Он был первым человеком, который прошел Париге с флагом независимой Латвии. И в то же время вот я просто хочу сказать, что я с ним встречаюсь потом. Он мне говорил, что мне очень не нравится, что я вижу, что у власти именно те люди, которые меня высылали из страны, которые меня обвиняли. И, в принципе, мы знаем, что, ну, не будем называть имен, вот кто-то из нынешних политиков как раз писал в издании комсомольском, ну, вот то, что несознательные люди, да, вот такие совершают поступки. Вот почему такая короткая историческая память? Почему вот получается так, что люди, которые были тогда на стороне советской власти, тем не менее, ну, сумели как-то очень быстро переметнуться на другую сторону? То есть вот мы... Ты тоже молодой, может, ты осуществишь? Ну, знаете, мы работаем на этот проект как политический нейтральный проект. Да, мы хотим объединять людей не, там, вот по политическим группам, по, не знаю, каким-то частным мнениям или что-то подобное, да. Но это просто, ну, для нас это не имеет такого значения. Мы просто работаем на символ, да, и мы надеемся, что этот символ, ну, будет дать нам какой-то новый, ну, уровень, как мы работаем и как мы думаем в государственных делах тоже, да. Господин Затлерс, у меня еще к вам вопрос в вашей книге, а мы ее читали, я ее прочитала от и до. У меня из них, знаете, сколько вопросов? На два часа можем стоить. Ну, ты смотришь, пойдем поговорим по книге. Конечно, нет, но тем не менее, это все равно касается вопроса, так как и символ свободы у нас есть, и, в принципе, мы говорим о свободе. Вот вы говорите о том, что у Джорджа Буша подошли к главе российского МИДа Лаврову. Разговор начал так, как полагается российскому дипломату с острых упреков в адрес Латвии за ограничение прав неграждан и нарушение прав человека. Я улыбнулся и указал господину министру, что это неправда. Русские в Латвии живут хорошо, их права не ограничены, но я хорошо понимаю, что эти упреки являются официальной политикой России в отношении Латвии. Это ваша цитата. Цитата. Вы действительно так думаете? Или это просто политически корректно было в тот момент сделать, или это вот ваша официальная позиция? Ну, главный результат, потому что у нас разговор пошел очень открытый, конструктивный и дружественный. То есть мы понимали друг друга. Вы понимаете, насчет неграждан, я нашел ответ только где-то лет пять назад. Кто такие неграждане? Я долго думал, но отчего они там родились случайно, выдали им паспорта с странным названием. В принципе, это люди, которые граждане не существующего государства Советского Союза. Они так и стали своим внутренним убеждением, что Советский Союз самый лучший. Они не выбрали латвийского граждан, не выбрали русского. А что значит не выбрали? Им не дал никто выбор. Подожди, подожди, есть ли до сих пор. Выбор всегда был, всегда был. То есть можно пойти, просто взять гражданство, ничего не сдавая. Просто сказать, я хочу быть гражданином в Латвии. Я патриот, я готов пожертвовать на памятник, дайте мне гражданство. Ну, там есть все-таки закон, и закон надо соблюдать. Они не взяли российского гражданства. Они не взяли из гражданства, ни другого, ни какого государства. Значит, они, конечно, мы все знаем, это уже пожилые люди, они так и живут. Ну, как пожилые люди, у нас вот рождаются до сих пор и не граждане. А вот этим я с вами согласен. Вот то, что не дали гражданство всем, которые родились здесь, в свободной Латвии, это самая большая политическая и фундаментальная ошибка нашего государства. Я это признаю. И я думаю, что можно было его не только подправить с этого дня, но можно было с того дня, 4 мая или 21 августа. Это вопрос дискуссий. Но до этого мы еще не выросли. Но, тем не менее, понимаете, у нас там не завод. Я вам говорю, взять историю своей семьи. Почему я так убежден? Потому что латвийское государство, мы всегда, ну, много людей говорят, у нас есть последствия юрисоветской оккупации. А мы сами вот эти последствия оккупации усиливаем, не давая гражданство детям, которые... Вообще, как бы, может быть, не давая. Можно прожить в Америке 10 лет и получить гражданство без всяких проблем. Ну, почему я родилась в этой стране, а мне пришлось сдавать? Есть там американское гражданство. У меня есть латвийская, которой я, кстати, сдавала экзамен, доказывая то, что я родилась в этой стране. Я тоже, да, нет. В Америке, во-первых, в Америке, ну, будем сказать, считать. Хорошо. Дискуссию сделаем. Но в Америке, ну, когда у вас там 100 человек в одном зале, и все одновременно дают и клятву, да, это, думаю, что менее лично, чем у нас, у нас каждый человек решает и лично получает свою гражданство. Он за него борется, так, как будто это вот… Если он борется, он получил бы уже вчера. Ладно, принято, хорошо. Ну, хотя вот в моей семье были парадоксы удивительные. Мой тесть из Латгали, который прожил, он получил русский, ну, у него русский корень, но латгальский русский получил автоматом. Моя теща из тех латышей, ну, коренных латышей, которые уехали в 13-м году в Россию, но спасаясь от Первой мировой войны, она, вернувшись в Латвию, она сдавала на гражданство. Этот парадокс, вот, русский получает в семье автоматом, она сдает, будучи, ну, этнической латышкой. Ну, для нее это было, конечно, несколько шоком. Ну, я это просто… Ну, Юрий, что ты думаешь? Ну, я не готов, не готов. Это такая дискуссия специфичная. Да, но я, может быть, возвращаюсь, может быть, к памятнику, вот, говоря про памятник, вот как вы сейчас оцениваете ситуацию в Рижской думе, ну, вот мы затронули о том, что вот прозвучало, что все-таки Рижская дума не… ну, как бы этот памятник находится в ее ведении, вот он не освещен. Вот нынешняя ситуация в Рижской думе, как вы ее оцениваете, насколько вы считаете, можно ли было бы найти компромисс, ну, то есть, вот, как рижанин? Конечно, я рижанин, я родился, я родился в центре города. Вот моем восприятии о городе – это центр города, это вся история вот этого города, это красота этого города и так далее. Это не изолитуда, да, это не пурчик. Я в детстве играл. Вы знаете, ну, тут есть такой вопрос, с кем сейчас разговаривают? У нас тоже есть этот вопрос, ну, кому обратиться, у кого власть в Риге? Ну, этот вопрос пока не ясный. Конечно, ну, мы обратились к господину Бурову, да, потому что он представляет эту власть, да. А как это решить, очень трудно. Это политически реально точно, мы их правы. Это политический вопрос, вот, какие будут политические решения. То, что мне смешает, да, что, ну, объем вот этих фиктивных договоров, да, настолько большой, что непонятно, как это, по-моему, эти хранительные органы, они не способны это все вообще понять, как это развился. Ну, это будет меняться. Я думаю, вот это сначала поменяется, тогда уже поменяется политика. А есть какая-то... Да, 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 смотри. У нас сейчас есть подписан уже договор с агентурой Рыжки-Пямятников, где господин Гайлыц, директор, да, и, ну, они, в принципе, согласны с нами сотрудничать. Да, это уже, как бы, ну, такая реальная институция, ну, учреждение, с которым мы работаем сейчас, да. Ну, Рыжки-Дума, это, конечно, проблематичный вопрос, да, но, как бы, вот эта агентура сейчас представляет Рыжки-Думу в этих отношениях. Есть какая-то идея, например, вот эти проекты двигать дальше, потому что, ну, условно, мы разберемся с памятником свободы. Что еще требует вот таких вложений или как-то, может быть, что-то осознение, да? Концерт-зал, 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 который хотят построить, да? Вы понимаете, да, те люди, которые строили Рыгу, ту Рыгу, которая нам нравится, они жили до Первой мировой войны, они знали, почему они хотят этот город сделать красивым, интересным, где очень приятно жить, где очень приятно приехать, гостить. Мы думаем, что это надо делать и сейчас. Почему концерт-зал? Потому что нужно таких мест, которые привлекают туристов, не только самих. Если концерт-зал, там ясно, у нас спрашивают, как мы хотим это освещение, я говорю, самое лучшее. То я говорю, а концерт-зал, самое лучшее, на самом лучшем месте. Почему? Конечно, там есть прагматика, там не будет так много слушателей, да, он будет с убитками и так далее. А я говорю, слушайте, если построить хорошую артиллергию, это как в Сиднее, есть опера. Я был месяц в Австралии, не мог посмотреть оперу, потому что только в два спектакля месяц. А вот само здание посещается туристам с утра до вечера, каждый день. То есть надо создавать чудо. Вот чудо будет и наше освещение, да, памятника. Чудо будет, например, концертный зал и музей искусства. Все равно нам надо показывать, да, что наш город – это центр культуры, это центр там, где рождаются идеи, где приятно жить, да. Насчет вот оснащения свободы, да. Ну, чтобы чувствовать себя свободными. Но не дорого ли нам обойдется чудо концертного зала? Там 60 миллионов евро, мне кажется, минимум надо найти. Слушайте, я вам скажу так. Когда я был депутатом, пять лет назад, бюджет был 7 миллиардов. Нам пять лет спустя 9 миллиардов. И мы не можем найти для чего-то того, что стоит, что будет поднять нашу ценность, как народа, как государство, так, как жителей города. А почему бы нам не построить что-нибудь типа BMW? Вот у них есть производство BMW в Германии, и вот у них все в порядке с национальной самолитичностью. И тем не менее, может быть, у нас не один концертный зал должен быть, может быть, нам куда-то в производство вкладывать, нет? Вы знаете, без души, без культуры, без культурности, без порядочности у вас бизнес не будет процветать. У нас есть национальный, у нас есть салусок, этот, господи, я салусок, ну вот, библиотека, здание новое. Вот недавно отстроено, очень дорого его содержать. Почему нельзя из него сделать центр культуры, а деньги вложить в производство? Вы знаете, я вам скажу так. В Гамбурге построили новый концерт-зал. Опять на воде, чтобы это все было хорошо видно, и как искусственный пример архитектуры. Там уже все едут смотреть, не только дом. То есть не только музыку смотрят, но и смотрите. Я был в Лугану, это Швейцария, Парадизо. Мэр посмотрел, что туризм идет вниз, что он построил? Музей искусства. Да, чтобы людям было приехать, потому что вот надобность к этому, да, мы привлекаем лучшую часть мирового общества. Ну, это, кстати, вот я могу сказать, что за концертный зал вот и организаторы Рига Юрмала говорят, что, конечно, можно было бы развернуться больше, если бы были возможности. Мы не можем привозить большие симфонические оркестры, потому что нам нужен большой зал для того, чтобы получить назад деньги. Гамбург, кстати, это центр машиностроения, там производит огромный завод пива, там издательство, там самая крупная верфь, вот я вам прям просто две компании ЦР Бас, так что в Гамбурге помимо концертного зала все в порядке с рабочими местами производства. Ну, так извините, они построили после того, как построили все остальное. Тут как бы немножко последовательность другая. К сожалению, очень мало времени. Очень важный вопрос, наверное, как пожертвовать деньги? То есть, может быть, вы, ну вот расскажете. Очень много людей пожертвует ZDOTLV, домашние как бы сети, да. Там есть тоже проект для этого памятника, и там можно без проблем пожертвовать тоже. А в наш сайт есть конт, банковский конт, где можно тоже отправить деньги. Просто открыли MySlap, да. Так, сайт там есть два возможности. Или банковским переводом, там конт указан, да. И там есть вот этот линк на ZDOTLV. Там стоит начальное 10 евро. Можете унизить, можете повисить, да. То есть, как будто просто, но просто надо, чтобы люди почувствовали эту идею как свою. А нет такого места, например, в Риге, где можно было бы, ну вот просто подойти, бросить там, условно говоря, 5 евро, 10 евро. Хотя бы, ну вот ребенок можно бросить. Пока нет. Может быть, это было бы тоже каким-то... Подумаем, подумаем. И вот, ну, может быть, самый последний вопрос, потому что у нас одна из тем будет обсуждение. Вот Юрмальская резиденция. Вот господин Левиц назвал пустой и неуютной вот Юрмальскую резиденцию. И зажидается вот проект по утеплению. Вот ваше, все-таки по вашим ощущениям, какой она была, Юрмальская резиденция? Ну, уютность придают люди. Если вы заехали в новую квартиру, где белая отделка, да, она тоже неуютная. То есть люди, которые там живут, создают вот эту атмосферу, да, с картинами, с коврами, да, с цветами, да. Так что, ну, нормально, что первый раз зашел, то что-то неуютное, большое неуютное. Может быть, просто Левиц не задают такую атмосферу. Я зашел по Мерве, а там была катастрофа. Просто, там просто было воинное положение, да. И, конечно, ну, ну, как... Например, я минималист, мне не надо много мебели. Но чтобы она была там, где нужно быть, где можно сидеть, обсуждать, где можно... Ну, как минималист? Вам квартиру сделали, ремонт какой, вон, шикарный, в посольском районе. Так себе минимализм. А ну, зайдете в мою квартиру, видите, что она минимальная. Отлично, когда идем? Договорились, да? Осенью, осенью. Отлично, осенью. Хорошо, супер. Пойдем в гости, господин, и завтра с осенью. Так, тоже вопрос. У насчет на квартире. В принципе, то, что вот в данный момент президент не имеет эту квартиру, да. Ну, мы это почувствуем, потому что президент Лейвен, если он молодой, он захочет быть активным, да, квартиры очень много помогают. Вот журналисты все приходят в мне квартиру. Мне не надо договариваться, там, на скамеечке, там, где-то в парке или там в кафе, тратить время журналистов моего. Есть кто-то, обращается с проектами, да. Я могу опять его пригласить. Это реально мой офис, да. Белая отделка, там тоже белая отделка. Ну, и когда... А уютность создавал? Моя семья. Это так бывает. Но осенью мы все равно придем, да? Осенью. Отлично, супер. Мы потом расскажем, как там минимализм. Спасибо большое, президент Латвии Валдис Затлерс. Экс-президент Латвии, да. Ну, на самом деле, президентов экс не бывает бывших. Адвокат, приглашенный лектор Рижской юридической высшей школы Сандес Бертрайтис был сегодня у нас в гостях. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания. Ну, вот. Продолжение следует...